Картина, которую сегодня можно надзирать практически на любой придомовой территории – гибель рослин. Когда великие древа спякотывающие не переносить, то молодые явно гинуть. Скрученные листья, которых учесть за все падать задолго, да на доходу в осени, выкликают совсем нерадостные почутки. Сколько на гомщине так званых зеленых насажений, докладно, напевно, не видит никто. А не видовочно, что выникуют сегодня спякоты, частка загиня, да помогли рослинам выжить у таких умов, может только человек. Весна этого года на гомщине была назначена массовым озеленением территории. У рамках наведения парадков на земле высаджено свыше 70 тысяч саджанцев. Парк семейных древ у Гомеля закладил ровно два месяца тому. Теперь его приходится терминово выратовывать. Участвовали в акции, посадили деревья со своими фамилиями. И теперь из-за того, что жаркое лето, приходим поливать, нет осадков. Поэтому хотим помочь деревьям восстановиться, чтобы они росли и создали здесь уголок отдыха для семьи. Для вартования зеленых насажений в насильных пунктах областный комитет природных ресурсов Яхова Новокольного Сяродья объявил акцию «Полей древа». Коли рослинну поливать хотя бы раз на дыдень, я ее можно выратовать. И такая лишь бы. Сегодня только у Гомеля проживаю коля 270 тысяч процедольных людей. Сюда же можно додать так само старшеклассников, наученцев колледжев и студентов, лишь бы будет еще больше значной. Коли каждый принесе хотя бы одно ведро воды, а сяродье для проживания станет куда больше комфортным. Хотелось бы обратиться ко всем жителям и города Гомеля, и Гомельской области. Если есть возможность, пожалуйста, полейте дерево, с тем, чтобы они не пропали, с тем, чтобы они не засохли. Ну а мы, как говорится, будем уже со своей стороны, здесь будем подключать и государственные организации, такие как ЖКХ, а также будем обращаться к местным органам власти, с тем, чтобы у нас был организован полив всех деревьев. Олег Синчаров, Владимир Игапанько, Телерадо, компания Гомель.